А что рассказывать? У меня 60 соток лимонов. Вот этим деревьям уже по 4, по 5, по 6, по 7 лет уже. По 7 лет этим лимонам. Здесь особого труда не надо. Здесь отопление. Когда на улице минус 7, я вот тогда только начинаю топить. Угля вообще расход минимальный, да? Если даже внутри можно 2 градуса, плюс 5 держать. В общем, главное, чтобы не было минуса, да? Да, минуса не было. 2-5 градусов хватает. Рабочей силы вообще не надо, можно сказать. Один человек у меня на 60 соток, один человек только ходит, работает. Ну, это ваше семейное, получается, приприятие. Да, семейное, да. Поливает и всё. Больше никаких затрат, ни проблем. Зато вон, видите, урожай какой-то. Вот, ребята, смотри. Вот это урожай. С одного дерева сколько в среднем получается? Вот с этого дерева уже в килограмм 60-70 есть. А сколько лет ему? 6 лет. То есть, ну, получается, первый год небольшой урожай? С каждым годом всё больше. Первый год, например, пару килограмм. Потом на следующий год уже 20-30. И вот так всё больше и больше. Максимально сколько вы получали с одного дерева? Ну, сейчас с одного дерева, вот это дерево килограмм 70-80 даст, да, примерно. И это ещё не предел, да? Это не предел. Каждое дерево, он после 6 лет уже больше 100 килограмм должен, в принципе, давать. И химикатов, лекарства, ничего. Только навоз в год один раз вносим. Два раза в год обрезку делаем. И всё, больше такой сильных затрат нет. А вот этот биосок, вермигумат применяли когда-нибудь? Применяли. Биосок, вермигумат пробовал. Я на 4 теплицы отдельно давал. Есть результат. Биосок, вермигумата. Просто их надо комбинировать с другими удобрениями, да? Да. С другими удобрениями надо комбинировать. Больше эффект идёт, да? Ну. И что? И больше всё. Только время надо. Время надо. Чтобы ждать, пока это дерево выросло. Вырастет. Да уже потом, уже в следующее поколение своим детям, внукам это всё в наследство остаётся. Даже не надо ходить там куда-то искать работу. Вот детям. Ну, фактически вы уже долларовый миллионер, имея сколько у вас соток теплицы? 60 соток? 60 соток, 640 деревьев у меня здесь. И вот уже в среднем урожай какой вот? На одну сотку около 10-12 деревьев можно посадить. Ну, у меня вот 2,5 на 3, и то уже, это я считаю, густо я посадил. Если 3 на 3 сажать, тогда вот ещё нормально. Больше урожая будет, да? Да. Просто нужно больше засунуть, просто пока вырастет деревья урожая брать. А потом рассаживать надо? Да. Выкорчевывать, убирать надо. Рассаживать очень надо. Рассаживать надо. Ну, я саженцы 3 года саженцы в одном, в рассаднике держал. 3 года держал, пока они выросли. А потом уже посадил по всем теплицам. Лимон, тем более, неприхотливый дерево. Всё, создавать тропические условия, дождевалку. У нас вот второй слой, термос. Всё, мы сейчас, сегодня, например, 26 декабря, мы ещё не топим даже. Ну, оно тепло сохраняет, получается, плёнка такая, да? Я смотрю, там у вас ещё бананы есть. Бананы есть. Ну, что, были вырожай, был ещё? Или ещё рано, да? Всё, на этом репортаж закончен. Ну, в общем, как? Экономически выгодно это получается? Лимонный бизнес, он себя оправдывает. Время надо подождать, пока дерево выросли. Ждать и ухаживать, соответственно. Да, соответственно, ждать. Ладно, спасибо большое. Спасибо за комментарии.